Объединенные Арабские Эмираты будут активно инвестировать в нашу страну. Об этом заявил посол ОАЭ в Беларуси на встрече с президентом Александром Лукашенко. Дипломат, который завершает свою миссию в Беларуси, отметил высокий уровень сотрудничества между странами, основанный на теплых личных контактах лидеров государств. Напомню, Александр Лукашенко четырежды посещал Эмираты, в частности в прошлом году была поставлена цель достичь товарооборота в 500 миллионов долларов. Сейчас он на отметке в 70 миллионов. Основу белорусского экспорта составляют калийные удобрения, сидельные тягачи, грузовые автомобили и акриловые волокна. Прямые контакты с ОАЭ налажены у Минского автозавода и Белорусского металлургического завода. Мухаммед Абдалла Мухаммед Альгафли подчеркнул, что эмиратская сторона тщательно работает над реализацией договоренностей, а отношения между государствами более чем хорошие. В свою очередь и Беларусь намерена приложить максимум усилий для наращивания торговли с эмиратами. В тот период, когда вы представляли здесь свою страну, в Беларуси, не прошло даром. Это был период, насыщенный активным сотрудничеством. Мы определили основные направления, выкристаллизовали их, по которым готовы сотрудничать с Арабскими эмиратами. Не скажу, что мы имеем товарооборот, соответствующий потенциалам двух стран. 70 миллионов за прошлый год товарооборот – это не тот товарооборот, который должен существовать между нашими государствами. Я думаю, что на порядок выше он должен быть. И мы с вами должны приложить максимум усилий для этого. Тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, что период вашего руководства дипломатической миссии эмиратов в Беларуси был исключительно положительным. И я вам благодарен за это. Это говорит о том, что вы желанный гость Беларуси, вы всегда можете приехать в нашу страну без всяких формальностей. И мы будем всегда рады видеть вас здесь. Я уже говорил, что мы определились по основным направлениям сотрудничества. Мы можем предложить эмиратам буквально все, что их интересует. Главное здесь нам более активно решать те вопросы, которые перед нами стоят. И реализовывать ту дорожную карту, которую мы определили с руководством вашей страны. Я думаю, что нам еще не один раз будет возможность встретиться с вами и на вашей земле. И мы ждем ваших руководителей у нас в Беларуси. Вы для нас очень надежные партнеры и друзья. Поэтому еще раз благодарю вас. Передайте мои самые добрые пожелания руководству эмиратов за ту помощь, ту поддержку, которую оно всегда оказывало нашей Беларуси. Для меня была большая честь представлять Объединенные Арабские Эмираты в вашей красивой и дружественной стране. Я ни одного дня не чувствовал, что нахожусь в другом государстве. Период моего пребывания был очень активным. Я думаю, так было благодаря стремлению наших друзей из Беларуси, благодаря их заинтересованности в сотрудничестве. Наши дипломатические отношения более чем отличные. Особенно это касается отношений между лидерами двух стран. Как вы уже отметили, наше сотрудничество в экономике пока не достигло того уровня, что и политические отношения между странами. Хотел бы подтвердить, что мы идем по пути развития. И 70 миллионов долларов это не та цифра, которая может нас удовлетворить. Мы будем стремиться ее увеличить. Президент Беларуси также подчеркнул, что между странами заложен серьезный фундамент сотрудничества, на котором возможно интенсивное развитие взаимоотношений. А в современном мире таким небольшим государством жизненно необходимо объединять усилия, несмотря ни на какие расстояния. Центр избирком Беларуси аккредитовал около 500 иностранных наблюдателей для мониторинга президентских выборов. Большинство из них представляют долгосрочную миссию содружества независимых государств. От БДИПЧУ БСЕ аккредитовано более 80 наблюдателей, от парламентской ассамблеи Совета Европы почти 70. Кроме того, увеличивается число национальных наблюдателей. Территориальными комиссиями по выборам президента их аккредитовано более 18 тысяч. Они представляют трудовые коллективы, общественные объединения и политические партии. Напомню, выборы президента Беларуси пройдут 11 октября. Продолжение следует...